Сбор макулатуры и металлолома – это что-то из прошлого, но сейчас модно возрождать забытые традиции. Вот и Тимуровское движение вновь актуально. Вероника Иванова пообщалась с волонтерами и теми, кто о Тимуровском движении прошлого знает не понаслышке. Старшеклассница Мария Егошкина готовит, моет посуду, а еще может сделать генеральную уборку или сбегать в аптеку за лекарствами. Пожилым она помогает уже не первый год. Даже победила в конкурсе «Доброволец России». Каждый день она приходит к тем, кто нуждается и в помощи, и в элементарном общении. Просто захотелось реально помогать людям. То есть не сидеть дома, как обычно делает молодежь, а вот пойти после учебы и помочь бабушкам, дедушкам. Пока помощница хлопочет на кухне, Мария Федоровна за кружкой чая вспоминает. Раньше все говорили молодежь, она такая хорошая была, тимуровцы были, помогали. А сейчас я говорю, ну и волонтеры тоже, это же те же самые тимуровцы. О тимуровцах советского времени Нина Коновалова сняла документальный фильм. Команда «Бабы Шуры» – это рассказ о трудовых подвигах молодежи под руководством пожилой женщины Александры Рычковой. Герои фильма безвозмездно трудились, отдавали последнее товарищу и самоотверженно помогали соотечественникам во время войны. Сейчас экстремальных обстоятельств нет, говорит режиссер, поэтому на смену тимуровскому движению пришло волонтерское. Ну могут они что-то периодически, как волонтеры, допустим, собирать мусор по берегу, какую-то старушку через дорогу перевезти или лекарства ей купить. Но вот в таком глобальном, я считаю, что сейчас просто стимула у детей нет. Однако волонтеры и в глобальных проектах участвуют. Именно они помогали в проведении торжеств 70-летия Победы в организации шествия бессмертного полка. Волонтеры постоянно помогают ветеранам, инвалидам, патриотическим организациям. В том числе и запрос у молодежи на такую деятельность, потому что очень много молодых людей сейчас становятся волонтерами, делают добрые дела. Конечно, очень большую роль сыграло в возрождении этого движения, так скажем, или вообще в массовости, в расширении этого движения. Олимпийские игры, которые к нам вернулись. Труд рядового добровольца зачастую далек от праздности. 20 тысяч могил, ветеранов, новосибирские волонтеры уже привели в порядок. Впереди очередная годовщина Победы и новые добрые дела. Вероника Иванова, Олег Макаров, Денис Савинский. Новосибирские новости.